Друзья, вы на футбол обозе. Представляю краткий обзор самых любопытных матчей и результаты 23-го тура серии А, Италия. В ролике фиаско Ромы в домашнем матче против команды Синиши Михайловича, неожиданный проигрыш Ювентуса Верони, волевая победа Аталанты во Флоренции благодаря голу Руслана Малиновского, дебют нового тренера Торино, игра в Неаполе. Но в общем, поехали. Рома Болония. Ярчайший первый тайм. 1-1, 22-й минуте. Болония открыла счет Арсалине. Рома сравняла за счет автогола Дэнсвилла. Но Берл на 25-й красивейшим ударом вывел Болония опять вперед. 2-1. Так тайм и закончился. Во втором тайме Берл на 51-й забил чудо-гол. И ситуация для Рима стала просто катастрофической. На 71-м Хитарян, забив, вроде подарил Роме надежду. Но в итоге игра так и закончилась. 2-3. Еще и Крестанты пристроился напрямую крашеную за грубейший фол против Арсалине. У Ромы второе поражение подряд. И у игроков реально сдают нервы. В прошлом туре с Цесуола у Рима тоже была крашеная. И в этой игре они в конце просто убивали игроков Болонии. Ну и хочется отдельно отметить, блестящую игру провел игрок Болонии Арсалине. И вообще Болония с Синишей Михайловичем мне нравится. Матчи ее всегда происходят бесшабашно и залихватски. Смотрите матчи Болонии в Сириа. Это реально интересно. И это не реклама, а просто совет. Фиорентино Аталанто. Аталанто сразу серьезно придавило хозяев. Фиорентино же начал отвечать контратаками реально где-то с 23-й минуты матча. Такое было серьезное преимущество у гостей. Поэтому красивейший гол Кьеза на 32-й минуте был нелогичен по ходу первого тайма. До конца тайма Аталанте счет сравнять не удалось. 1-0. Во втором тайме Гасперини поменял игру. До Анзапата на 49-й сравнял счет. На 71-й вышедший на замену Руслан Малиновский хорошо поставленным ударом вывел гостей вперед. 2-1. И как-то после этого фиалки сникли. В итоге заслуженная волевая победа Аталанто исходя из событий второго тайма. Хотя второй тайм визуально был более равным. В этом матче Фиорентино успешно применило тактику контратак. И Аталанто, несмотря на общее преимущество с позиционными атаками, владением инициативой и мячом, испытало серьезные проблемы из-за тактики хозяев и их сумасшедшего настроя в первом тайме. Все равно 2-1 Аталанто. Тарина Самдория. Тарина на эту игру вышла уже с новым тренером. Вальтер Мацари уволен и теперь в Тарина Марена Лонга. Первый тайм территориальное игровое превосходство Тарина. Но игра была очень сухая и скучная. Итог закономерные нули. А второй тайм начисла уже более-менее в равной борьбе. Сампа проснулась. На 55-й после паса Алекса Берлинджера Симона Верди закатил мяч в ворота Сампы. И Тарина повел. После пропущенного гола Самдория стала играть еще активнее. Это и привело к красивому голу Гастона Рамиреса на 70-й минуте после штрафного. 1-1. А через 5 минут Гастон сделал дубль после скидки к Валерелле. Вскоре Фабио заработал пенальти и сам же его реализовал. Тарина попал просто в нокдаун. Игра перевернулась за каких-то 9 минут. Итог 3-1 в пользу гостей. Я думаю, это чисто тренерская победа Рамьери. Который после неудачного первого тайма, исходя из действий Тарина, перестроил игру своей команды. Плюс Сампа по ударам превзошла хозяев в 3 раза. 15-6. Верона Ювентус. В первом тайме Верона очень старалась прыгнуть выше головы. И на 20-й минуте Дара забила гол после стандарта. Но Вар его отменил. У меня лично сложилось мнение, что Ювы просто играл в эконом-режиме, пытаясь контролировать ситуацию на поле. После первого тайма 0-0. Во втором тайме ситуация не менялась. Верона мотивационно продолжала сражаться на равных. Но на 66-й Рональду забил гол. Забил в 10-м матче подряд. Однако невероятное упорство Вероны привело к ответному голу Фабио Борини. Заслуженно, на мой скромный взгляд. Бывший игрок Милана и Челси вообще провел очень сильный матч. Продолжая играть в эконом-режиме, Ювы доигрался до пенальти в свои ворота. И под шиней на 85-й его реализовал. Счет стал 2-1 в пользу хозяев. Верона показала выдающуюся физподготовку. Ювентус же приложил максимум усилий, чтобы проиграть этот матч. Особого желания играть, как и в матче с Наполи, я у Ювентуса опять не увидел. Какая-то академичная история, без особых эмоций. Сенсационный результат 2-1 в пользу Вероны. В Наполе Лечи. Первый тайм прошел с территориальным и игровым преимуществом в Наполе. Особенно это было заметно в первые минут 15. После этого Лечи немного выровнял игру, отодвинув ее от своих ворот. И сам стал проводить быстрые атаки. В них здорово смотрелся Сапанара. На 29-й гостям и вовсе удалось открыть счет. После этого Наполе приложил все усилия, чтобы сравнять результат еще до перерыва. Но не удалось. 0-1 после первого тайма. Уже в начале второго тайма Аркадий Шмилик после паса Мертенса счет сравнял. Наполе продолжал играть с игровым преимуществом. Однако на 61-й Лападула забил свой второй мяч в этом матче. И Лечи снова повел в счете. Далее хозяева прилагали все усилия, чтобы отыграться. Но Марко Манкусу на 81-й забил просто шедевральный гол со штрафного. И этим фактически вынес хозяевам приговор по итогу матча. Калихон на 90-й очень красиво сократил разрыв в счете. Но большего добиться не удалось. 3-2 в пользу Лечи. Игра получилась огненная. Лечи по ходу матча проявлял характер, играл очень опасно и самоотверженно сражался с большим упорством. Результаты остальных матчей. Спал Сосуола. 1-2. Матч прошел с большим преимуществом гостей. Дженуа Калери. 1-0. Брешия Удинезе. Ничья. 1-1. Парма Лацо. 0-1. И по Италии на сегодня все. Обзор матча Интер-Милан смотрите в моем инстаграме. И позже на Футбол обозе. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Заходите в мой инстаграм. Ссылка на инстаграм находится на главной странице моего ютуб канала. Всем счастья, здоровья. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok